Девушки отдыхают Еще уже не надо Ну вот вы что думаете о том, что после смерти будет? Загробная жизнь А? Загробная жизнь Загробная жизнь Про себя что думаете? Ну, в мужчину мог бы не попасть Но у вас есть эта внутренняя надежда, что не попадете? Нет Я видел грехов, что от меня воняет, а там все водит Батюшка, ну, вы же покаяние принесли, покаялись Господь разве вас не простил? Ну, сколько прощать можно? Ну Чему тебе задал вопрос? Внутренне, как вы думаете? Попасть Попадете вы в Царствие Небесное? Нет, не думаю Ну, как могу, вечно попасть Так а не попасть или попасть? Не попасть Не попасть Попасть Не попасть Попасть, он говорит Как бы ведь не попасть, а сейчас, говорю Ну, он сказал только что Ну, надежды нету никакой? Попасть Попасть А он часто плачет Часто плачет и говорит, как бы не попасть Часто плачет и он что так делает Плачет Бывают моменты тяжелого, иногда я не сплю, день или два Тяжело приносить. Тяжело положение. Когда не спишь, очень тяжело. От того, что не спите, тяжело, да? О себе думаешь? Думаешь о себе-то, да? О себе думаешь. Плакать приходишь, и все. Ну то есть что, недоволен что-то жизнью временной? Сейчас от тебя, или же ты за то плачешь, что-то там? Как вот, где будешь? Что я живу? Как я буду, ничего не делаю, живу. Ну вы молитесь? Да, молитесь, все, мое молитву, буду плачивать. Ну вас же Господь зачем-то оставляет, еще живете? Вот там его богатые миры, такой милосердный. Я так скажу, он скрепит обо мне, потому что я живу, неродиво, не холодно. Славя скрепит обо мне. Батюшка, ну вот вы жили раньше жизнью такой активной. Трудились, храмы строили. Вы жили, с людьми общались, кому-то говорили что-то. Но это ваша жизнь тогда прошлая была. Ну а сейчас можно подвести, как говорится, итог. И посмотреть на свою жизнь. И сделать выводы, наверное, да? Никакой, никому какой-то боли не делали. Ну вы добра, если... Ну вы уже много чего сделали в своей жизни? Нет, мне приходится. Вы начали пагать, а пагать выгодите. Все, если я не... Все, если я мчить, рассказывать. Что я живу не так, как надо. Но вы сейчас живете не так, как надо. Вы же это, не можете изменить свою жизнь? Или можете? Ну вот, ничего не получается. Ленивые, негодивые. У меня это уже духовно уже. Обстоятельства жизни вам не изменить? То, что уже возраст большой, и вы уже не можете, это так, без Нины Ивановны жить? Зверь, это, чтобы читать надо, а теперь не читать, и чего? Хайбрю. А у меня комната своя, совещая, совещая, они обещают. А то были заболевые. Да, и чего бы ты, да? Будь с учебным, а я еду, я еду. Мне жалко, что это, батюшка, не познакомился с Игнатием Тихоновичем ближе. Да жалею, что вы не подружились с Игнатием Тихоновичем. Вы бы могли столько от него взять доброго, хорошего, спасительного для души. И застанут ее все. Вот это вот для меня большая скорбь и печаль, что он для вас как недруг получается. Тебе супу налить? Супу налить тебе? Не надо. Не надо. Еще не доел? Не доел, да. Ты чего, так долго? Супу налить. Супу налить. Супу налить. А без совершения нашего духовенца. Все-таки надо, что может, что может, что нельзя. Вот. Вот. И потом, если бывает, а потом покаяться надо. Потому что они не нужны, православная вера. Вот. И он, хотя он грамотный, но на совершение на духовенце нельзя. Я не обижаюсь, батюшка, на вас. Я молюсь, а вам соседа, чтобы подпочил вам влечить. Ты его влеча. Я хочу на сольный балл в лес. Я хочу на сольный балл в лес. М-да. Помогите, Боргольский. Ну ладно, Бабюшка, я понял Вас. Ага. Я, что, что, священник отел, я пока, кажется, священник не рад. Я нарушал, правильно, такое, РФП постановящий. Чего не понял, Бабюшка? Христианья, погружения. А, погружения? Да, да. А здесь указали, мы с тобой читали, ну как его там указали, критические обстоятельства допускаются. Ну, помню, когда посеркнул, Бабюшка, помню. Ну, допускается, когда человек больной. А? Больной человек. Больной? Ага. Ну, говорят еще, если в пустыне еще можно. Ага. Вроде-то как. Ну, вообще-то по канонам там, что вот клиник, больной человек, не в состоянии его погрузить. Ага. Это критическая ситуация. Ага. И, ну, при смерти, как где-то там, в тюрьме сидит. При смерти. Да. Ну, я так это слышал. Ага. От Игната Тихоновича. А мы сегодня, когда Булгаков там везем. А Булгаков тоже самое говорит. Ага. Ага. Ну, помоги тебе. Не падай, ну-ху. А я не падаю, батюшка. Ага. А я пошел в хранишу и легал. Я плакаю, что везем везем. Заход по стене везде. Мне надо, да, бывает. По временам я не сплю, так тяжело переносить, когда не сплюсь. Ага. Ага. Долгое время идет. Ага. Ага. Время долго идет. Да. Да. Я сейчас начитаю, а потом. А я говорю, что что читаю? Ну, вы что сказали, то начитываю. А болящих. Ага. 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 Молебное пение оба... Ага. 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 А не дужных. Ну, мне уже просят помолиться. А? Люди просят помолиться, а я сочинить не смогу, а готовы-то послушать, как могу. И молиться надо. Просит людей. Говорят, патриарх, патриарх Кирилл. Ага. Он же архиерей. Он же главный наш архиерей-то, патриарх Кирилл. Ага. Так он епископа Сергия заставляет ездить к Лапкину. В деревню. Слышали об этом? Не слышали, батюшка? Не. И вот епископ Сергий уже какой раз совершает литургию вместе с ними. И возносит молитвы, вместе молятся и вместе причащаются. Слышали? Нет. А, батюшка, не слышали это? Нет. Но я же вам в прошлый раз говорил об этом. Видео даже у меня есть. Где наше священство, наше священство... Ну да, да, да. Ага. Почему? Вот наше покорение, объединение, а он не давал согласия. На что? Объединение с православием. Подождите, батюшка. С православия он не выходил? Нет. Объединение, он был против объединения, но покорился. Что? Игнат Тихонович. Он не хотел, чтобы было объединение на таких условиях, которые там было. Но если, говорит, будет объединение, я покоряюсь этому, это принимаю как волю Божию. То есть, когда объединение произошло, акт о каноническом общении приняли, он покорился. Батюшка, я точно знаю, потому что, если бы он был раскольником или ритиком, то епископ, Сергий, патриарх, не стали бы с ним общаться и не стали бы вместе с ним служить. Не с ним и даже не с ним, потому что он никто, он это не священник, староста всего лишь. Он всего лишь староста, он не священник. Игнат Тихонович. Но они слушают, в Потеряевку ездят. Если бы он был ритиком, разве епископ Сергий приехал бы к нему, владыка алтайской епархии? К ним, вернее. К отцу Акиму и Игнату Тихоновичу и общине. Он бы не поехал бы. Но раз они ездят, это свидетельство того, что Игнат Тихонович и вся община, она не эритическая, не раскольническая. Но они просто просят, они... Вот критику у православия наша духовенство проводила. Есть, разница есть между православием и духовенством. У духовенства грехов нету никаких? Каноны... Батюшка, вы вот сами говорили, что каноны нарушали и вы покаялись. Каноны не нарушают священство? Они вообще ничего не делают такого, за что их критиковать можно, да? Они все делают так, как надо. Они мзду не берут, они служат, а люди готовы на смерть идти за всякую душу, да? Проповедуют, Евангелие ходят. И вообще все они делают, как надо. Канонов не нарушают. И критика его, значит, по-вашему, она просто пустая, ненужная. Так получается? Или все же у священства есть недостатки, которые у священников, которые нужно, о которых говорить? Или все замалчивать надо? Ну, у меня критика была полная, как вчера, трепник большой, полный. Я помню. Я этот трепник подаю из его земли. Батюшка, я видел этот трепник. Вы знаете... Написаны по всеми правилам, касаются дела критики. Батюшка, вот был монах такой, Максим Исповедник, он не был священником. Но повернул так церковь, что патриарха объявили еретиком. И не одного, а нескольких. И даже Папу Римского. А все это сделал монах. Он не священник был. Ну, не мирянин, конечно, но простой монах. Максим Исповедник звали. Которому отрубили руку и отрезали язык. Кто отрезал? Патриарх и император. И он критиковал священство. И увидел в них ересь. И потом собор шестой. На том, что сделал Максим Исповедник. Вынес это свое решение. И объявил там Пирогонория, Сергия, еретиками патриархов. Ни одна ересь не исходила от мирян. А все ереси от монахов. От этих самых архиереев. Вы говорите, если бы критика была пустая. Вы мне докажите, что критика его пустая. Что он говорит ложь. Разве он ложь говорит? Он лжет? Игнат Тихонович лжет на кого-то, обманывает нас. Так получается по-вашему? Да. Да. Мы. Игнат Тихонович лжет на кого-то, обманывает нас. Игнат Тихонович. Батюшка, я к тому, что... Я буду расстраиваться. Пиши пока. Да я не расстраиваюсь. Игнат Тихонович. Игнат Тихонович. И священники грешат. И не просто грешат. Они могут совершать такие большие ошибки, за которые страдает церковь и все общество. Если мирянин видит, что священник идет в ад за свою ересь, он не должен ему говорить об этом. Молчать надо? Ну, не один, а друг. Духовец специально. Понимаете? Написаны законы. Ну, в данном случае, какую ложь можно сказать о священниках, которые совершают крещение без погружения? Вот недавно... Это разве не грех совершать крещение, когда воды вот так вот, много воды? Никаких препятствий нету критических. И священник совершает крещение без погружения. Это что, не грех, что ли? Все видят его. Почему об этом нельзя говорить? Да, было объяснение-то. Там объяснение. Критические обстоятельства запускаются. Нету критических обстоятельств. Воды полно. Да не всегда бывает все возможное. Воды вон полно, батюшка. Полные ванны набирают воды. Крести сколько хочешь, полным погружением. И что это все... Это значит, получается, что я вижу, что нарушаются каноны. И нарушаются не просто каноны, а заповеди Христовы. Написано, не клянись. Не клянись. А присягу принимают клянуться. Христос сказал, не клянись. Как так? Мирянин, это что, не человек, что ли? Мирянин, что, имеет меньше прав перед Богом, что ли? Ответственность больше на священниках лежит. Потому что они власть на себя взяли такую. Ну, что это... Он не одним человеком. Если бы он говорил неправду и ложь, я бы с вами согласился. А раз он говорит все правду и ни в чем не солгал, как я могу принять то, что вы говорите? Вы говорите сами, как получается, неправду про него. И наговариваете на него. Но Маканон, про который вы говорите, там, он на самом деле очень много было внесено уже во втором тысячелетии в него. Так что вы, прежде чем говорите о чем-то, батюшка, вы проверьте тщательно, соответствует ли это действительно Маканон, что говорит и что говорит Святой Собор. Святой Собор совершенно отлично говорит о дно Маканона. Ну, большого требника, то есть. И совершенно он этому не учит, чему учит этот требник большой. Там уже... А я верю все-таки вот этой книге, батюшка. Вы мне сами давали ее читать. Правила Православной Церкви. В первую очередь Правила Православной Церкви, а потом уже Большой Требник. Я сверяю... Большой Требник сверил вот с этими правилами. И там, к сожалению, не все сходится. И, кстати, вот это правило, которое вы говорите, оно как раз и подвергается вот это вот... Могу подвергнуть его это сомнению, потому что здесь такого нету в Четвертом Соборе. Поэтому я не просто вот от своего ума говорю, батюшка. Если бы я просто от своего ума говорил бы, ладно. Но я действительно все проверил, все пролистал, прочитал и сверился. И Игнатий Тихонович никаких доносов на священников не делает, Кляус. А если он жаловался, когда на священников, только по делу, что не проповедует, по крестам ходит. В Москве он жаловался. И что нарушает святые правила Святой Православной Церкви. Вот о чем он пишет. И еще заповеди нарушает Господа нашего Иисуса Христа напрямую. И это правда, к сожалению. И то, что он мирянин, это не говорит о том, что ему нельзя говорить правду. А вы хотите мирянам заткнуть рот, чтобы они молчали и ничего не говорили. А это не по-христиански, батюшка. Миряне, они такие же христиане. И также болеют за церковь не меньше других. И то, что он православный, полный. И никаких изъянов у него нет от православия. Это уже я проверил. И не просто так голословно это говорю. Он благодати не отрицает, что Московская Патриархия имеет благодать. А раскольники все, они говорят, что в Московской Патриархии благодати нет. Он признает священство, что оно законно рукоположенное. И почитает, и благословляется. И к нему приезжают епископы. Не только Сергий сегодняшний, Алтайский, к нему приезжает. Но и тот, который был, Максим был. И Антоний к нему приезжал. К ним, вернее. И со всеми он беседует, и разговаривает, и молится о них. Единственное, что он хочет быть в подчинении у митрополита Илариона. Но это разве грех? Это никакой не раскол. И зря вы тут, вы еще старым живете. Какими-то своими мыслями, выдумками там. А то, что мы ездили, крещение приняли правильное. Так в этом тоже греха нету. Потому что вы-то крестили неправильно. Поэтому и крещения никакого и не было на самом деле. Раз неправильное крещение, крещения нету. Без погружения крещения нету. И никакого перекрещивания мы не делали. Как можно сделать перекрещивание, если бы правильно вы покрестили? И мы бы покрестились еще раз. Тогда бы, действительно, это был бы грех. А раз вы без погружения крестили, совершили неправильное крещение. А любое крещение по канонам церкви и вообще по правилам, оно не считается за крещение. Просто вы уперлись на этом и стоите, потому что боитесь признать это все. И не только вы, но и ваши собратья там, батюшки, которые продолжают крестить не в полное погружение, а как бы как попало. Я только что недавно убедился, как наш отец Михаил покрестил парня, мужика, без всякого погружения, даже неверующего практически. И он сейчас ходит и пьянствует там по темиру. Покрестился, никакой жизни не исправлено. Все как было, так и осталось. Курит, пьет и матерится. Вот и православный теперь новый появился. А какое нарекание на церковь из-за вас. Вот таких вот покрестили беспокаяльных. А теперь они православные. И все теперь это, люди-то вон это, сектанты говорят. О, какие православные пьяницы, матерятся, пьют, курят, блудят. Так это живые священники все это сделали. Таких-то принимали в церковь-то. Не миряне это делали. А вы хотите мирянам рот заткнуть? Заткнули уже, конечно. Слава Богу, что есть еще такие, как Игнат Тихонович. Тогда бы все пропало. А так еще есть надежда, что опомнитесь вы когда-нибудь. Вы, ваши братья, собратья, священники, опомнитесь и перестанете творить беззаконие, нарушая каноны и заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Мы только на это надеемся-то. Мы же не считаем вас врагами нашими. А наоборот, призываем вас опомниться, перестать делать то, что... Нарушать-то все это. И принимать церковь, кого попало. Неверующих, пьяниц, наркоманов, блудников. Вспомнить, что святые отцы нам заповедовали. Какие эпитимии накладывать надо. Чтобы человек действительно с покаянием верующий приходил в церковь. А неверующих даже и близко не подпускать, пока они уверуют и не покаятся. Нашли же раскольника, еретика. Да как вам не стыдно вам, священникам, говорить? Еще вы хотите заткнуть рот такому человеку? Да я могу сказать, что благодаря ему-то и возродился-то. И в церковь еще больше тщательностью стал ходить и соблюдать-то это все. Стараясь не пропускать ни воскресных служб, ни праздничных. Если бы он был еретик и раскольник, я бы в церковь, я бы ушел в его общину бы там. Ну, если бы я тоже принял бы его и в церковь бы не ходил. В церковь то мы не хулим. А мы говорим о тех нарушениях, которые совершаются именно в церкви. Не только священниками, но и мирянами, конечно. Но в первую очередь те, кто власть на себя взял такую, как духовную, прощать грехи. Так это вы, священники, взяли эту власть на себя. И вы за все в ответе. И это ваша беда, что вы упираетесь и не хотите признать, что вы оставите свои эти нарушения. Так что, батюшка, вы не наговарите на Игната Тихоновича. Он настоящий православный. И всем бы таким быть. И вам бы таким быть. Я бы желал, как Игнат Тихонович, смелым и честным.